Всем привет! С вами Укстодио и я Роза. И сегодня мы продолжаем играть в War of Fortress. К сожалению, я немножко подзадержался с выпуском очередной серии. У меня сейчас некоторое врал. Ну и сегодня мы... Ну, на самом деле, я не могу сказать, что у меня очень много тем, которые я готов был бы сегодня пообсуждать, но хотел показать некоторые вещи. В частности, здесь на входе можно обратить внимание, что внезапно образовалась миазма. Вот эта фиолетовая дрянь – это миазма. Миазма образуется, когда что-нибудь гниет. Обычно по этой самой причине всякие там свалки и так далее я отделяю двумя дверьми, чтобы миазма слишком далеко не распространялась, потому что она очень негативно сказывается на настроении дварфов. О чем говорит то, что здесь образовалась миазма? Ну, к сожалению, вот я пропустил момент, когда стены здесь были перепачканы. Ну, вот здесь видно тут Т. Я подозреваю, что сюда заходили тетраглодиты. Но они быстро познакомились с моими ловушками и сдохли. Но трупы, к сожалению, своевременно не были убраны. И как результат, выход из крепости в пещеру сейчас у меня весь засран миазмой. Причем миазма иногда, вот видно даже тут, ну, видно в том числе сверху, я полагаю, она тут особо-то не поднималась, а не поднялась даже. То есть миазма – это все-таки газ. Ну, там видны какие-то кости, но, к сожалению, при попытке навестись, вот мне пишет только про здание. Что не совсем то, что я хотел бы увидеть, а вот роттенд траглодит левт хенд. Траглодит мэнглд скелетон. Траглодит скелетон, еще чего-то. Короче, траглодиты каким-то образом умудрились даже открыть эту дверь, но от этого легче этим сволочам не стало. Теперь вопрос, когда у меня дворфы таки соберутся и убрать отсюда весь этот мусор. Далее, вот то, для чего я делал всю вот эту вот мою водяную хреновину, я уже заказал строительство новых ферм. Правда, что-то у меня фермеры херня какой-то страдают, я их здесь, по крайней мере, пока не вижу. Видно, что тут все уже покрыто хорошим слоем грязи. Но опять же тут, вот если выбрать, вот где-то дастинг, где-то смол пайл, где-то вообще-то аж пайл. Ну, я провел эксперимент. Вот левая у меня залита поплотнее всякой фигней. Ну, фигней, в смысле, водой. И она довольно долго еще будет высыхать. Возможно, там будет чуть лучше с грязью. Здесь, мол, пайл оф мат. Здесь тоже. Ну, видимо, водички лучше побольше, хотя вот здесь вот всего лишь дастинг. Ну, пока непонятно. Я полагаю, что когда там высохнет, земля станет чуть более пригодной для приготовления. Точнее, для выращивания всякого барахла. Я почти закончил срывать тут всякие ненужные мне в этом месте эти полы-потолки. И вода снова набирается. Когда я последний раз заливал, она была на уровне 7 и слилась до 3-2. То есть, довольно много жижи понадобилось, чтобы обеспечить здесь пригодные для выращивания условия. И не исключено, что мне еще потом придется заливать. Но это будет видно явно не в этой серии. И, скорее всего, мне понадобится не менее суток игры реального времени. Так, значит, сейчас я хочу проверить, изготовили ли мне одну вещь. Именно я хотел посылать. Так, верно, не изготовили. А, ну понятно, пока еще не назначено. Я потихонечку разбираюсь с тем, как производить книги, но, к сожалению, пока еще я не готов этим делом похвастать, что я полностью разобрался. Русскоязычный Дварф Вики на этот счет молчит. Ну, точнее, как? Там не дописаны все эти статьи, к сожалению. Приходится ориентироваться по англоязычной и, соответственно, там некоторые слова я могу просто не знать. Но, опять же, поскольку тут на этот уровень мы вышли, я решил, что, в принципе, ничто меня не держит от того, чтобы пойти дальше. И я немножечко прокопался и думаю, что у моих Дварфов скоро столовка станет совсем кошерной. Потому что здесь обнаружилось золото. На вот этом уровне я, к сожалению, опять же, из-за рамки сейчас не могу сказать, какой именно это уровень. 57-й, похоже. 57-й этот уровень и здесь обнаружились залежи золота. Думаю, что жрать на золотых столах моим ребятам очень понравится. Я традиционно вырисовываю бобочку свою эту геолого-разведческую. Скорее всего, тут рядом выхода на следующий уровень пещер уже не будет. При этом снизу, ну, тут на границе вот у меня видимости отмечено, что это 98-й уровень, как бы, так сказать, с другой стороны. А это значит, что там до Адамантита и прочего хидден фанстафа еще копаться и копаться. Я пока надеюсь, что у меня тут мязмы рано или поздно все-таки отсюда уйдут. Дварфы расчистят площадку, пространство, тем более, что у меня он сейчас примерно на треть крепости занимается просто непонятно чем. Ох ты ж, блин. Замечательно. Гигантский без носа и кенгуру. Вот и появилась первая фарготня. Это совсем внезапно. Правда, я что-то не понял, где именно она появилась. Так. Uninvited guest еще раз. Z go to unit. А, вот она отмечена. Расположена на какой-то мягко говоря жопе относительно моей крепости, но это не значит, что эта дрянь ко мне не придет. Сейчас посмотрим, будет ли она вообще пытаться. Можно, кстати, почитать более подробно ее описание. Так, без носа кенгуру. У него прямоугольная раковина и у него раздутое тело. Волосы у него мшисто-зеленые, длинные траля-ля и у него смертельные плевки. Ну ладно, посмотрим, если оно слишком так. Понятно, мы его потеряли. Сейчас, может, еще какую-нибудь информацию получится о этой скотине узнать. так. Ну, тут ничего нового, профессия, инвентарь, дженерик, понятно. То есть, тут ничего более подробного об этой скотине не узнать. Можно, в принципе, попробовать отправить туда небольшую экспедицию, но я сперва... Ух ты, что, он уже с кем-то... Нет, это просто... Тут просто глина. Будем ждать, пока эта скотина подойдет куда-нибудь поближе. То есть, она сейчас находится несколькими уровнями выше входа и, думаю, что пилить ей еще достаточно прилично до моей крепости. Сколько команды моим вылезать наружу сейчас не поступало, только если кто-нибудь пойдет за паутиной, то он, если эта гадина не сможет сломать дверь, то ничего мне не грозит. Они бегают за водой. Значит, ничего хорошего им не светит. Сейчас хочу посмотреть, пока то да сё, немного, так сказать, отвлекусь от этой форготни, что там у нас по золотишку. Золотишка какое-то количество есть, что само по себе исключительно приятно. так, куда интересно эта форготня делась. Сейчас буду её отслеживать. В принципе, можно сразу послать к ней кого-нибудь. На, тут вэпон трап, тут мигает, миазма не видно. А, нет, есть миазма, есть. Ну, похоже, тут штуки три троглодита пыталась пролезть, но у них не очень это получилось. Да. Так, ладно, вернёмся к нашей гадине. Наша гадина уже где-то здесь. Где-то здесь понять бы так. Она куда-то очень странно почесала, что там входа наверх нету. Вряд ли она не будет нападать или попытается где-то отсиживаться. Благо не указано, что там кое-нибудь Венома спит и тому подобная фигня. Это гораздо хуже, чем другие варианты. Точнее, то, что у меня тут просто дедли, а там могло бы быть ещё хуже. Так, я не понял. Сейчас. Эй, не понял, что-то странно себя клавиатура как-то ведёт. Всё. Азерс. Да, это хреновина вот тут теперь пасётся. Думаю, может, либо она нашла кого убить другого. Ну, честно говоря, я думаю, что отправлю я свой вот этот вот отрядик. Так, атак килл крича. Из десяти рыл, если что, организую новый. Делов-то. Они, конечно, у меня не являются какими-то убер-мега спецами, но они, по крайней мере, доберутся туда быстро. Они ещё не получили свои апгрейды. И, возможно, мне нужно будет ещё скоро организовать ещё один запасной отряд арбалетчиков. Раз народу дофига, то не вижу ни одной причины в этом отношении обламываться. Так, и куда интересно отрядик этот делся? Будет смешно, если там нашёлся ещё какой-то выход. Что тут на лестнице я их просто не вижу. Поэтому тут возможны варианты, что эта хреновина пытается пролезть откуда-то ещё. Но, по крайней мере, я надеюсь, что без носа кенгуру не очень хорошо ползает по деревьям. Сейчас посмотрим, куда эта хреновина учесала. Да, вроде всё там же. По крайней мере, недалеко эта сволочь убежала. Она вообще тут на дереве пасётся. Она реально пасётся на дереве. То есть, теоретически, она может пытаться по дереву куда-то наверх залезть. Это очень оригинальный подход. Так. Забавненько, забавненько. Другое дело, что у меня все входы, выходы, они закрыты. Так. Можно попробовать. Так. С. Центр он селектит сквот. Фига себе. Куда это вы попёрли? Так. Ещё раз. Так. Ну-ка. А. Цивилизации. Ну, цивилизации мне менее интересны. Так. Ещё раз. С. С. З. Чё? Оригинально. цивилизации. А чё? Чё этот отряд тут забыл? они как-то больно высоко для того, чтобы убивать эту фаргатню. цивилизации. Ну, с другой стороны, опять же, всегда можно подождать. Может, само куда-нибудь провалится. Там упадёт, утонет. Всякое же бывает. Блин, ну, скорее бы эти ребята таки почистили тут местность, потому что, ну, невозможно. Всё время тут всё засрано этой миазмой. Они готовы этим дышать, но не готовы убрать это в мусор. Это как бы очень оригинально. Так, а я всё продолжаю как бы переживать из-за... Да, блин. Из-за этой фаргатни. Она, она реально, похоже, просто застряла где-то на деревне. Её ползает, кстати, бодро ползает, скажу. Интересно, докуда она будет ползать так, блин. Ко мне ещё и пристают с какими-то дурацкими обновлениями. Но по статусу у неё по этому делу ничего пока не меняется. Можно, в принципе, отправить сюда ещё отряд арбалетчиков. Так, С. Сколько я помню, это у меня взвод 2, который Б, К, атак, килл крича. Ну, ладно. И на этом мы подождём. Так, торгаши скоро свалят, и хрен-то с ними. Не то, чтобы я вот сильно по ним так скучал. Что-то тут потащили сюда тележки, может, таки трупы унесут. Но здесь отряда нет. Отряд убежал непонятно куда. Занимается непонятно чем. Видимо, второй отряд тоже. То есть, Б, З, и они тоже пасутся вот тут. тут вот. Я этого просто не могу понять. В крайнем случае, отменю тревогу, и пошли они все к чёрту. Вместе с этой форготьмой. Может, она действительно не может добраться, и они до неё добраться не могут. Хотя территория вроде как разведанная, значит, так или иначе должны иметь возможность туда попасть. здесь пока ещё ждёт нифига мне не построили мои фермы. То есть, тут, причём даже выяснилось, вот здесь оказалось больше, чем можно построить за один раз. То есть, я думаю, 9 на 9 максимум за раз строят, а у меня комнаты оказались даже больше. То есть, ферм там несколько пришлось размещать. Проветрилось, надо же. но эта долбанная хреновина упорно тусит здесь на дереве. Как она туда попала, я не понимаю. Но как-то попала. Слезать не хочет. Войска на неё особо не реагируют. Потому что это реально как бы вот здесь вот, если её выделить поверхность, то это вот фунги вот твикс. типа, эти, так сказать, ну, ветка это бранча, твикс, ну, видимо, тоже что-то в этом духе. Забавно. Что-то форготня это на самом деле как бы считается верным способом склеить ласты. демьбурь, она как-то умудрилась оказаться высоко на дереве и, похоже, ааааааа, так, не факт, что она сможет оттуда вообще куда-либо попасть. Не грохнувшись с этого дерева, и мы, скорее всего, ребята тоже не смогут до нее добраться. К сожалению, тут никаких нотификаций о том, что наших бьют, не поступает. Поэтому за этой гадиной придется еще следить. Но тревоги я отменяю. Так. Выбрать и нажать О, чтобы отменить тревогу. Пусть идут, тренируются. Раз эта дрянь оказалась в зоне, откуда она до меня не доберется. Пусть себе тусует. Возможно, кстати, других фаргатней и же с ними какое-то время не будет из-за того, что типа их тут и так хватает. Водичка по-прежнему качается. Трупы все еще не убрали, потому что опять все завоняло. И что-то у меня по золотишку. золото нужно отправить в эту самую, на переплавку. Ух ты ж, сколько тут его. А это что такое? А это что такое? Шпалерит. Окей. Окей, Вики. Где? Так. У меня тут ну-ка. Что за шпалерит? Так, видимо, я где-то опечатался. Так, еще раз. сапхалерит. О, такая страница есть. Цинк. Угу. И немножко может содержать... А, используется для уплавки латуни. А зачем нам латунь? Понятно. Эта фигня просто повышает как бы стоимость того, что было. Шпалерит и медь дает на выходе латунь. Ну, тут не указано, что она более качественная какая-то. С другой стороны, почему нет? Будем добывать, будем плавить. Раз тут внезапно оказалось такой удачный замес, то ДД и вперед копать. Думаю, что пригодится и то, и то. Но жаль, что только особых никаких свойств этой штуки не указано. Типа магмоупорности и так далее. Что я в целом-то хочу в итоге построить там магменные печи и так далее, но для этого копать нужно еще глубже и еще быстрее. Но вот эти слои не показали ничего. Я подозреваю, что в них как обычно ни хрена нет. Гнайс, насколько я помню, я этот гнайс копал-копал и в нем нашел только очень до хрена всякого говна. Ну, то есть, как бы камни там были драгоценные, но основным результатом раскопок оказался булыжник. Ну, сейчас тут тоже такую бабочку сделаю. Даже не бабочку, а просто восьмеркой так прокопаю. Пусть работают. И это значит, что можно будет сейчас отправить ребят на переплавку. таку. Голд, как... Так. Это мне нужно... Так. Форж голд, то есть, минт голд, коинс, голд бин. Это совсем, конечно, круто. Так. Сейчас. Там смелд, по идее, должно быть. С-э-м-э-л-э-т-э. Что, не? Голд не надо, что ли? А, смелд, найти в голд, Ну, соточка пусть будет. Я думаю, что здесь найдется, в принципе, даже побольше. Ну, что ж, судя по всему, пока в Багдаде все спокойно, но эти сволочи упорно не хотят убирать мусор. На всякий случай сейчас забавно. А, вот, Дотон, пардон, потерялся так. Да, он все еще сидит на дереве. Ну, похоже, что эта форгатня мне в ближайшее время не опасна. Если только не прорыть там к ней специально подход, чтобы могли выстроиться в ряд мои стрелки, и обстрелять эту скотину. С риском оттуда еще свалиться и на этом сдохнуть. Поэтому я думаю, что оставлю ее в покое. Может, от голода сдохнет. А сдохнет так не жалко. Но, в целом, меня несколько порад... О, надо же. А тут оказалось тоже, что есть шпалерит. Да, точняк. это он. При том, что это на несколько уровней выше. Значит, залежь довольно богатый. А с учетом того, сколько у меня тут всякой меди, то переплавлять у нее будут долго-долго. Это же хорошо. Меня это полностью устроит. Страх шпалерит. Да ладно, а я-то думал. Ну, копайте, копайте. В принципе, да, можно назначить еще тогда нескольких рудокопов. Пусть работают. Диорит. Диорит, по-моему, это просто булыжник. Ну да, Рудхилм, Диорит, Вол. Так что, ничего интересного на себя не представляет. Так, можно, в принципе, взять сейчас, перечитать моих дворфов. Назначить еще несколько бездельников. Сейчас Карен Джоб. Вот, сколько вас тут бездари-то. Вот, крафтер, арморер, гемкаттер, еще один арморер, гельдер. Так, вот, ты пойдешь работать. Не так часто нужно кастрировать. Энгрейвер, так, оставляем. Ладно, это пригодится. Карпентер. О, легендарный Карпентер, это, это хорошо. Нет, это пусть. Так, ну что там еще у меня? Вудворкер, Метал Смит, что тут? Так, Стрикен Бай Меланхоли. Офигеть. Хэппинес Файн, но у него Меланхолия. Прекрасно. Видимо, у него было странное настроение, но чего-то ему сволочи такой не хватило. Так, осадный инженер. Вот, 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 вот. И прессор, все, ребята, коммит. Идите, работайте, негры. Мне, ну, мне нужно, чтобы было кому копать. Точка. Ладно, с этими разобрались. Что у меня там, GM, Rock, Кверн. Все еще кладут болт. Так, бронзу мне больше не сделают. В принципе, можно убрать это дело, потому что будет, будет только раздражать. Окей, окей. Конечно, зависшая форготня, это забавно, это очень забавно. Так, можно как-нибудь приказать, вообще убрать всякое говно отсюда? Так, Forbit, Dump, Melt, недоступно. Нет, кнопки, типа, утащить отсюда нахрен нету. А жаль. Мне не вызывает теплых чувств с этой самой миазмой в таких количествах. Кстати, пока тут разговаривали, писал серию, уровень воды тут местами уже достиг шестерки. Поэтому, что ж, качает довольно бодро. Это хорошо. А тут, похоже, фермер даже construction и не shaded. Здесь фермер решил таки заняться делом. Значит, будет много жрачки. Впрочем, и так у меня, по-моему, на жрачку не жалуются. А вот на количество пиктейлов жалобы поступают очень серьезные. Потому что, ну, пиктейл нужен для производства шмоток. Производство шмоток порядком встало. Так. GMQ, смелт, косырит, лимонит, па... па... а, шпалерит. Вот. Давайте соточку наплавите, и можно будет заняться производством латуни. И рядом еще какая-то микролиновая стена. Другое, что тут, как бы, есть еще пещерка относительно глубокая, тетраэдрит закончился, да не может этого быть. Ребята, вы что, не в себе? Где-то тут была пещерка, которую я хотел обследовать. Вон, куда-то туда, и тут, тут очень много крови, троглодитовской крови. Блайн-Киев. Кто? Какая-то еще хрень тут была. Так, ну, раз какая-то... Почему бы не отправить сюда мой отряд разгильдяев? Так, С, С, М. И отправлю их погулять. Может, найду что-нибудь интересного или не очень интересного. Я на всякий случай опять проверяю, где там эта сволочь. Но, судя по всему, она все так же... Кенгуру все так же завис на дереве. Нет, конечно, супер. Меня это лично не улыбнуть просто не может. Так, не интересно, что там за пещерка такая. Но моим лоботрясам потребуется некоторое количество времени для того, чтобы оттуда дойти. Ну, во, во, отряд пошел. кто-то из них уже достиг статуса X-Lord. Ну, у них пиктограмма вот более такая озлобленная. То есть, у этого такой спокойный, а вот здесь вот все такое чисто берсерк прям нарисован. Несмотря на всю пиксельность картинки. Так, сейчас нужно проверить, не нашли ли ничего еще полезного. Ну, похоже, жила идет дальше вон туда. И там я эту жилу буду вынимать. Золотишко вещь приятная, лишним оно не будет. Наличие цинка тоже не пропадет. Все это добро. самое главное не напороться на какую-нибудь еще неведомую зверушку или фигню, которая может там заспауниться. Другое дело, что опасные твари в рукотворных проходах резко, редко спаунятся, если только этот проход не имеет выхода к краю карты. Так, эти тут пока медленно, печально двигаются к назначенной точке. Давно хотел там посмотреть. Поэтому сегодняшняя серия окажется чуть длиннее. Пока я тут про это только вспомнил. Пока то да сё. Ну, пардон. Постараюсь в следующий раз и подготавливаться получше, и вообще меньше тормозить. Но реально очень сейчас высокая у меня загрузка и просто на грани того, что уже можно получить легкий нервный срыв. Так. так. С, 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 З. Ага. Идут, идут, красавчики. Если вдруг кого-нибудь найдут, то на этом кто-нибудь наверняка кончится. Но я не видел тут заселия сейчас зверя. Крокодилы повымирали почему-то. Не знаю почему. Да. Есть, конечно, способ еще как можно попробовать избавиться от всяких миазмов. Это можно пробовать тут слегка залить всю эту фигню водой. Но я эту воду потом стану останавливать. Поэтому я таких экспериментов проводить пока не собираюсь. Тем временем золотишко копается. уже более десятки, даже ближе к двум десяткам юнитов этого золота нарыто. Значит будет хорошо. Будут золотые столы помимо латунных. Потому что я всерьез хочу улучшить качество их этой жральни. Так. Пока досюда еще не добрался мой отряд. Добираться сюда конечно тоже не ближний свет. Еще вопрос в том справятся ли они. Хотя они должны вроде как сейчас они уже где-то тут идут мимо вот этих всех крон деревьев. Ну судя по всему туда добраться таки можно. Давайте давайте ребята я жду когда же вы доберетесь. тем более что мне уже перезабивать кальян пора. Перезабивать кальян и садиться за работу. Ну что пошли спускаться. Ага так и тут пещерка а это вся пещерка или там еще ниже что-то есть. О это что тут у нас это тоже видимо шпалерит шпалерит ох нифига золото еще золото больше золота нифига себе оно ушло вглубь то есть как бы я на такую глубину еще не прокапывался видимо очень глубокая золотая жила я сейчас смотрю вот по карте вот этой вот и тут видно что вот только на ну да до 58 уровня тут еще идет всякое это золото и вот здесь вот только у меня вот самый низ моей этой шахты прокопан ну что ж по крайней мере пещера не показывает признаков наличия в ней какой-либо очень враждебной дряни другое дело что тут и не очень-то и видно но спуск такой очень резкий и оттуда может в итоге что-нибудь прибежать но я на этом деле отзываю своих ребят пусть возвращаются обратно мне проще заткнуть здесь проход чем рисковать а пользоваться так сказать надземными коммуникациями гуляя по пещере почему-то меня не тянет пусть лучше все коммуникации будут внутри старых добрых дворфийских тоннелей потому что там как-то на мой взгляд чуточку безопаснее для моих несчастных дворфов ну точнее не надо называть несчастными но вот я еще буду думать как поднять им уровень довольствия на этом укажу им еще небольшую зону для раскопок и всем спасибо за просмотр ставьте пальцы вверх и ждите следующих серий постараюсь придумать чего-нибудь еще такого чего показать пока не успел всем спасибо всем пока до новых встреч пока 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 пока